Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белыш. И снова масштабный теракт в британской столице. Есть погибшие. Десятки попали в больницы. Удушающий матч. Полторы тысячи человек пострадали в результате паники в футбольной фан-зоне. Убийство или несчастный случай. Что заставило мужчину броситься под колеса гоночного автомобиля? Семеро погибших и 48 раненых в Лондоне. В Великобритании снова масштабный теракт. В центре столицы машина врезалась в толпу и террористы с ножами атаковали прохожих. Наш Сапкор в Лондоне Оксана Кундеренко стала свидетелем уже третьей атаки за последние три месяца в этой стране. Ее репортаж с места события. Это жуткое дежавю. Снова машина на мосту в центре Лондона таранит прохожих. Снова террористы выпрыгивают из авто и нападают на невинных людей полицейских с ножами в руках. Шевелитесь быстрее, уходите отсюда. Вчера в 10 вечера арендованный микроавтобус влетел на лондонский мост, выскочил на тротуар и начал сбивать людей. Внутри трое мужчин, вооруженных ножами. Их цель как можно больше жертв. Убивать отправились в соседний Боро Маркет, центр гастрономического туризма Лондона. Я увидела, как они пошли через дорогу в соседний ресторан с ножами в руках и начали. Они кричали это во имя Аллаха, а затем подбежали к девушке и ударили ее ножом. Много-много, раз так 15. Она звала на помощь, я не мог молча смотреть на это. Взял стоящий рядом велосипед и бросил в них. Всего через 8 минут на месте происшествия вооруженные патрули. Стражи порядка открывают огонь на поражение. Террористы мертвы. На этих кадрах видно, что на них пояса смертников. Но позже выяснится, это просто муляжи, чтобы посеять панику. Вниз, вниз, всем оставаться внизу, не вставать. И это нападавшим удалось. Спецоперация продолжалась несколько часов. Вооруженные отряды прочесывали все окрестности, чтобы убедиться, инцидент исчерпан. Место атаки до сих пор оцеплено. Эксперты-криминалисты изучают каждую деталь. Следствие только началось. Вот это место, которое сейчас перекрыто и где работает полиция. Лондон-бридж. И сразу за ним Боро-маркет. Никогда не бывает пустым. Оживленный центр Туманного Альбиона, где всегда много туристов и местных жителей, многочисленных кафе, пабах, ресторанах. Так называемая легкая цель для террористов в теплый летний вечер. Уже известно, что кроме британцев, среди пострадавших есть граждане Австралии, Франции и, возможно, Испании. Многие из раненых в критическом состоянии, включая полицейского, который бросился защищать людей и вступил в драку с преступником. Он сейчас в реанимации. Больница Святого Томаса уже во второй раз в этом году принимает экстренные вызовы в связи с терактом. Большинство жертв атаки направили именно сюда. Спецслужбам даже пришлось на некоторое время заблокировать здание. Никого не впускать и не выпускать. Но все же работа антитеррористических подразделений вызывает слишком много вопросов. Как могли они допустить атаку, практически идентичную, той, что случилось чуть больше месяца назад у парламента? Премьер экстренно созвала комитет по безопасности Кобра. В знак уважения две политические партии приостановили предвыборную кампанию. Но насилие никогда не должно мешать демократическим процессам. Поэтому выборы в парламент состоятся, как и планировалось, в четверг. Страна должна отреагировать на насилие, сплотившись. Сообща, мы поборем врагов. Уровень террористической угрозы в Великобритании остается серьезным. Это значит высока вероятность нового нападения. И чтобы его избежать, полиция снова проводит рейды и аресты. На востоке Лондона, в районе Баркинг, задержали 12 подозреваемых, возможно, причастных ко вчерашнему теракту. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Оксана Кундеренко сейчас с нами на прямой связи из Лондона. Оксана, здравствуй. Ты была на месте теракта. Как оценивается уровень безопасности и что сейчас происходит в столице Британии? Добрый вечер, Наталья. Сложно говорить о безопасности, когда на улицах города гибнут люди. Но я могу заверить, что местная полиция, спецслужбы и даже армия прилагают все возможные усилия, чтобы сохранить спокойствие в городе. Количество патрулей огромное. То и дело, воют сирены, пролетают вертолеты. Но это не мешает жителям и гостям Лондона наслаждаться редким теплым выходным днем и осматривать достопримечательности. В районе теракта оцеплены сразу несколько кварталов. Закрыты многие станции метро, железнодорожная станция. Автобусы следуют по объездным маршрутам. Всюду пробки. Мэр Лондона Садик Хан сегодня неоднократно обращался к горожанам. И вот что сказал в последнем заявлении. Я знаю, что медиа уже сообщают о рейдах. Но прошу не спекулировать и не разглашать детали следствия. Ведь службы безопасности работают в нескольких направлениях. Рассматривают несколько версий. И, собственно, о самой операции на востоке Лондона. Это весьма неблагополучные районы. Там проходят обыски и аресты. По свежим данным, в руках полиции 12 человек и четверо из них женщины. На фото на задержании не видно лиц. Но можно рассмотреть, что их головы покрыты шарфами. А одежда характерна для мусульманских стран. Сейчас следователям предстоит установить личности нападавших. Их круг общения. И понять, кто еще может стоять за атакой на Лондон. По последним данным, 21 из раненых остаются в критическом состоянии. Погибли, напомню, семеро. Панихида по ним состоится послезавтра. Студия. Спасибо. Это была Оксана Кундеренко. С информацией об атаке на Лондон-Бридж. А чуть позже она расскажет о другом событии в британской столице. Которому террористы, к счастью, помешать не смогли. Ограничить въезд мусульман в США снова хочет Дональд Трамп. Он вернулся к этому вопросу после лондонских терактов. Действия миграционного указа, которым вводится временный запрет на въезд для граждан шести мусульманских стран, нужно возобновить для повышения безопасности. Так написал американский президент у себя в Твиттере. И о том, как отреагировала Европа на теракты в Лондоне, расскажет наш брюссельский корреспондент Елена Абрамович. Западные лидеры соболезнуют британцами решительно настроены бороться с терроризмом. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в открытом письме премьеру Терези Мэй назвал нападающих трусами. Им не удастся подорвать наши устои и демократию, отметил Юнкер. Немецкий канцлер Ангела Меркель подчеркнула, в борьбе против любых форм терроризма Берлин поддерживает Лондон. Французский президент Эммануэль Макрон написал в Твиттере, Франция поддерживает Великобританию как никогда. А премьер Эдуард Филипп призвал граждан не поддаваться панике. В свете этих атак нам необходимо оставаться спокойными и исполненными решимостью защищать те ценности, которые мы разделяем с британцами. Любовь к свободе и приверженность демократии. Среди пострадавших в результате теракта четверо французов. Во Франции уровень угрозы власти оценивают как самый высокий. Его не снизили со времен терактов, произошедших в Париже осенью 2015-го и в Ницце прошлым летом. Такой же уровень угрозы и в Германии после нападения на рождественской ярмарке в декабре. И в Бельгии, где, напомню, в марте прошлого года террористы совершили атаку в метро и в брюссельском аэропорту. Елена Абрамович, Вадим Свеидонов. Подробности. Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер. И еще одна трагедия. В итальянском Турине пострадали полторы тысячи футбольных болельщиков во время трансляции матча между Ювентесом и Реалом в финале Лиги Чемпионов. Что произошло в фан-зоне? Подробнее в материале. На этих кадрах видно, как футбольные болельщики на главной площади Турина следят за матчем и вдруг толпу охватывает паника. Все, кто стоял в первых рядах, ближе к мониторам, где транслировали матч в финале Лиги Чемпионов, не сразу поняли, что произошло. Позже очевидцы расскажут, панику спровоцировал хлопок, похожий на взрыв. Сначала я услышал взрыв, а потом увидел, как толпа людей бежала по площади. Я понимал, что если не побегу со всеми, меня просто растопщут. Я потерял обувь на ходу и теперь пытаюсь ее найти. Громкий хлопок, который фанаты восприняли как взрыв или выстрел, был лишь запуском фейерверка. Но люди, охваченные паникой, не понимали этого. Когда я услышал этот страшный звук, то потерял голову. Я побежал, что было силы, потом оказался под металлическими конструкциями. А сверху, прямо по мне, бежала толпа. Я кричал, звал на помощь, пока двое моих друзей, наконец, нашли меня и вытащили. На площади Сан-Карло, откуда убегали фанаты, полиция нашла сумки, личные вещи и даже документы. Двух человек, которые не применули воспользоваться ситуацией, арестовали за мародерство. Уже после матча главный тренер клуба Ювентус признается, расстроен не столько разгромным счетом 1-4 в пользу соперников из мадридского Реала, сколько печальными новостями из Турина. Хотел бы напомнить, что мы переживаем из-за того, что случилось с нашими фанатами в Турине. В результате инцидента многие люди получили серьезные ранения. Мы надеемся, что все они в скором времени поправятся. Пострадавших в давке как минимум 7 человек. Среди них 7-летний мальчик. С травмами головы и грудной клетки он госпитализирован в больницу в критическом состоянии. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Напомню, в следующем году в Киеве на стадионе Олимпийский будет проходить финал футбольной лиги чемпионов. В город приедут десятки тысяч болельщиков, в том числе и ультрасная, более радикальная группа фанатов. И хотелось бы верить, что наши силы МВД смогут обеспечить безопасность и порядок, учитывая криминогенную ситуацию в стране и огромное количество оружия, оборот которого на черном рынке практически бесконтрольный. В Николаеве во время ралли один из зрителей выбежал на трассу и попал под колеса гоночного автомобиля. Мужчина погиб мгновенно. Что заставило его покинуть безопасную зону и почему производство открыли по статье «Умышленное убийство»? Подробнее Кирилл Ющишин. Ралли Кубок Лиманов проводят в Николаеве уже не первый год, всегда обходилось без инцидентов. Но сегодня впервые пришлось остановить гонку из-за несчастного случая. В момент происшествия засняли зрители на свои мобильные телефоны. На кадрах видно, как автомобиль харьковского экипажа. Выходит из поворота на трамплин. Мужчина медленно подходит к обочине трассы и выбегает прямо перед авто. Мужчина погиб мгновенно. Врачи дежурной скорой помощи лишь констатировали смерть. Гонка остановлена из-за несчастного случая. Ведется следствие. Организаторы стараются всячески способствовать решению нового вопроса. Пилот экипажа, опытный гонщик, говорит, увидел мужчину за секунду до столкновения. Но скорость была слишком высокая. Погибшим оказался житель Одессы Валерий. Других данных о нем пока нет. На гонку он приехал в компанию едва знакомых людей. А вот зрители, которые сидели рядом с Валерием, не на камеру рассказали. Мужчина, наблюдая за ралли, пил пиво и несколько раз пытался подойти к трассе. Но его сдерживали полицейские, которые во время гонки дежурят вдоль всей фан-зоны. Очевидно, в какой-то момент ему удалось проскользнуть незамеченным. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал Интер. Николаев. 14 раз боевики открывали огонь по украинским позициям за минувшие сутки. Самая напряженная ситуация на Мариупольском направлении. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Украинские позиции под оккупированным Докучаевском. Последние несколько дней количество обстрелов тут увеличилось. Причем существенно. И из запрещенных калибров, говорят военные. Ворог с большим количеством обстрелов, с важного оружия. Это 122-й калибр, минометы 120-го калибра. На минулого тижня был взъездный обстрел из самохидных артиллерийских установок 152-го калибра. Вражеские артиллеристы действуют по-разному. Вот тут стреляли, что называется, в молоко. Начался артиллерийский обстрел наших позиций. В результате, вы видите, вырвают снаряды. 122-й калибр прилетел. Били где-то с напрямка Роздольного. Но иногда боевики используют воздушную корректировку. Тогда точность огня возрастает. А в самом Мариуполе наградили морских пехотинцев, которые охраняли прифронтовой город. После долгих месяцев на нулевых позициях их расквартировали в городе. Медалями наградили особо отличившихся. Как, например, Сергея. Нас просто там хотели очень сильно штурмовать. И не получилось. Две больших группы. И вроде как спецы Российской Федерации. И удержали позиции. И наклепали им хорошо. Теперь морские пехотинцы будут постоянно дислоцироваться в Мариуполе. Усиливая таким образом оборонный потенциал города. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Историю под корень. В Кировоградской области лесоробы массово валят столетние дубы. Против этого взбунтовались экологи. Но вот лесники утверждают, что все по правилам. Правда, активисты подозревают, что все не так чисто. Куда летят щепки, выясняли наши корреспонденты. Это лес за селом Разумовка Александровского района. Его официальное название урочище Пальчиковое. А в обиходе называют лесом Раевского или Черного Ворона. Здесь, куда ни ступи, все пронизано историей. Но не для лесников. Всего в 100 метрах от могилы Черного Ворона развернули масштабную вырубку столетних дубов. Эти фото в фейсбук выложили местные краеведы. Их поддержали экологи и активисты. С требованием остановить валку дубов несколько сотен человек приехали в лес. Уцелевшие деревья маркируют плакатами. Из-за протеста лесники приостановили рубку. Но уверяют, по нормативам дубы старые, значит им пора под топор. Выписаны все дозвольные документы. Век этого насажения – 132 года. Мы понимаем значимость этого места. Но если смотреться с другой точки зрения, мы же должны думать и о безопасности. Но вместе с сухостоем уничтожаются и здоровые деревья. Санитарная вырубка может быть, скажем так, отдельных деревьев. Но мы видим выбирку. Вот мы видим, вот Игорь, Ирина, бачат все сами, что все деревья живы. Если посмотреть на взрывки, тут нет вообще речи про санитарную вырубку. Всего здесь должны вырубить более 6 гектаров леса. Это почти половина. Под топор ушли уже более 2 гектаров. Чтобы сохранить уцелевшие деревья, активисты подготовили обращение к чиновникам с требованием предоставить урочищу статус парка. Нехай цесокиро станет символом, который доведет, что громада Кировоградщины действует. Мы за лесы, мы за историю Кировоградщины. Но массовая рубка идет не только в этом урочище. Два месяца назад активисты с помощью квадрокоптера засняли в этом районе лесные залысины. Их масштабы поражают. Виктор Ткачук, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Кировоградская область. И еще одно уникальное место в Украине монастырь в Черновицкой области, который называют вторым Афоном. Со всего мира сюда едут паломники, но в поселке, где расположен этот храм, нет ни одного колодца. Как выживают люди и почему власти не замечают их проблем в нашем материале. Легенды повествуют о чудодейственной силе здешних мест. Иоанна Богословский крещатецкий монастырь расположен прямо на скале. Основали его в 17 веке православные монахи. Во время Первой мировой войны церковь существенно пострадала. Службы здесь не проводились. Восстановить приход удалось лишь в 30-х годах прошлого века. Отзывы очень позитивные. Они говорят, что так себя почувать ни где не могут, как тут, в этой местности. В самой скале – пещеры первых монахов. Здесь молятся до сих пор. Но больше всего легенд о воде. Целебный источник идет прямо из-под монастыря. Она мягкая. Когда на ней умыться, купаться, волосы даже не нужно чем-то покращивать. Благодаря этой воде много людей вылечивали. Посмотреть на красоту монастыря едут паломники и туристы со всей Украины. Здешние пейзажи завораживают. Село Крещатик расположено в 200 метрах над уровнем Днестра. Поэтому в селе нет ни одного колодца. Воду местные жители берут из источника. Но из-за дырявого водопровода до села не доходит почти половина целебного ресурса. Трубам полстолетия. Люди уже и заявления писали, и даже выиграли грант на ремонт сетей. Но чиновники не выделяют необходимые 4 миллиона гривен. Местные жители надеются, что чиновники наконец обратят на них внимание. Впереди засушливое лето. А значит вода в Крещатике и вовсе может исчезнуть. Киев сегодня прощается с блаженнейшим Любомиром Гузером. С самого утра сотни киевлян, гости столицы, десятки политиков идут в Патриарший собор Воскресения Христова. Там сейчас находится моя коллега Елена Зорина. Она с нами на прямой связи. Елена, здравствуй. Я передаю тебе слово. Наташа, приветствую. Весь день сегодня в Патриаршем соборе Воскресения Христова прощаются с блаженнейшим Любомиром Гузером. Его тело привезли в Киев накануне. Вечером весь день, начиная с самого утра, здесь в храме проходят литургии. На службе присутствовал патриарх киевский Филарет. Ну а к вечеру попрощаться с блаженнейшим приехали. И первые лица государства – это президент, премьер, члены правительства, нардепы. Ну и вот, что сказал Петр Порошенко. Для каждого он находил абсолютно уникальные слова. И многогодинные встречи и разговоры с ним заряжали, не поваживши на внешнюю немедленно, твердым оптимизмом. Я твердо верю, что сейчас, когда он отшел к Господу, его молитва за Украину, за украинский народ, за наше майбутнє, будет еще больше сильным. Ну и хочу сказать, что желающих попрощаться с блаженнейшим Любомиром Гузером очень много возле церкви и внутри огромная очередь. В ней стоят не только обычные украинцы, но и знаменитости, такие, как, к примеру, фронтмен группы Океан Эльзы, Святослава Корчук. И вот, что говорят люди. Я запомнила его очень доброю, человеком, настоящим пастером Господнем. Я всегда знала, что это человек от Бога. Нам очень тяжело будет позднее. Это мой духовный наставник. Я очень сумую. Я имею его книжки, читаю каждый день. И да, его замены ему действительно нет. Я очень светлая людина, очень добрая людина, таким батьковским. А уже завтра в этом соборе начнется траурная литургия. Во дворе храма блаженнейший будет и погребен в крипте. Это специальная усыпальница. Она была спроектирована тут давно, но последние отделочные работы заканчивают только сейчас. Любомир Гузер, напомню, ушел из жизни в среду. Ему было 84 года. И он был известен не только как предстоятель украинской греко-католической церкви, кандидат на папский престол, но и как нравственный авторитет среди украинцев. Наташа. Спасибо, Лена. Елена Зорина о прощании с Любомиром Гузером в столице. Сегодня христиане отмечают День Святой Троицы. Праздник приходится на 50-й день после Пасхи, поэтому называется также Пятидесятница. И согласно Библии, именно в этот день Святой Дух сошел к апостолам, которые собрались в Иерусалиме. Сегодня в храмах одной из самых торжественных богослужений в Киево-Печерской лавре его провели под открытым небом. Здесь собралось несколько тысяч прихожан. Всегда мы собираемся, у нас какой-то святой обед. Конечно, там, с утра молимся. Ну, это не как-то показано, но каждый в сердце всегда вспоминает с правильным настроем это свято. Я всех приветствую этим великим днем. Вот День Святой Троицы, мы читали особливые молитвы, в которых мы молились и за нашу землю, за наш народ, и за весь свят, и за всех людей, чтобы для нас завды был упованный отец, прибежащий сын, и покровный Дух Святой. Свято всех вас поздравляю. В Израиле разгорается скандал, связанный с отказом молодых людей из ортодоксальных семей служить в армии. Но, как выяснилось, причины не только религиозные. Подробнее расскажет Сергей Ауслендер. Все это началось еще в 1948 году. Тогда, во время войны за независимость, премьер-министр Израиля Бен-Гурион разрешил не призывать в армию 400 учеников религиозных школ, ешив чудом уцелевших во время Холокоста в Европе. После этого это стало традицией, позднее законом. Число таких освобожденных от службы росло год от года, и сегодня оно составляет практически 50 тысяч человек. При том, что общее число призывников в израильской армии чуть больше 120 тысяч. Строго говоря, все эти люди не имеют освобождения от службы в армии, а скорее отсрочку на время учебы в ешиве, в религиозной школе. Но учеба эта может длиться 10-15 лет. За это время они обзаводятся семьями. У них появляется по 5-6 детей. Это уже автоматическое освобождение от службы в армии. Все это вызывает сильнейшее раздражение у светской части общества, чьи дети, как известно, служат в обязательном порядке. Хотели создать закон, такой, который дает возможность не тем, кто не служит, идти на другие альтернативные службы, для того, чтобы они приносили пользу стране. Напомню, что около 30 тысяч сестер и братьев не хватает в стране. Не хватает людей в полиции, в других системах. Но идти на альтернативную службу ортодоксы тоже не хотят. В итоге сложилась просто парадоксальная ситуация, когда приличная часть граждан государства откровенно игнорирует свои прямые обязанности. Более того, даже те члены религиозной общины, которые не имеют отсрочки или освобождения от службы в армии, тоже не хотят идти служить. Таких, как правило, арестовывают и отправляют в тюрьму. Но тут выяснилось, что одно из влиятельных течений в иудаизме, так называемые сатмарские хасиды, предлагают отказникам по 100 долларов за день пребывания за решеткой. Выяснилось, например, что один такой сиделец за полтора месяца пребывания в тюрьме получил весьма круглую сумму. Сейчас этим делом занимается прокуратура. Вся эта ситуация привела к плачевным результатам. На сегодняшний день примерно 50% 18-летних юношей в Израиле имеют законные основания для того, чтобы не служить в армии. Если так пойдет и дальше, считают в Министерстве обороны, то лет через 20-25 служить будет просто некому. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. В 130 городах США прошли митинги с требованием расследовать связи Дональда Трампа с Россией. Волну протестов вызвало решение американского президента выйти из климатического соглашения. Акция, собравшая тысячи людей, называлась «Марш за правду» и прокатилась от Нью-Йорка до Сан-Диего. Мошенничество в особо крупных размерах. Немецкая полиция расследует деятельность фирм по уходу за больными, которые обманывали государство на миллионы евро. Как и при чем здесь русская мафия? Узнаем от Татьяны Лагуновой. Медицинская мафия в Германии раскрыта сеть фирм по уходу за стариками, тяжелобольными и инвалидами, которая обманывала страховые кассы, а соответственно и государство. И основали ее выходцы из стран бывшего Советского Союза. Расследованием этого дела немецкая полиция занималась несколько лет. В СМИ попали только некоторые выдержки из многостраничного итогового доклада. Но и из них ясно, в Германии работают как минимум две сотни фирм-мошенников, которые основали выходцы из стран бывшего Советского Союза. Аферисты придумали хитрую схему. Они договаривались с пациентами, которые симулировали различные заболевания. И неспособность ухаживать за собой. Например, самостоятельно передвигаться, принимать душ или готовить еду. Якобы оказывали этим людям услуги по уходу, потом отправляли счета в страховые кассы и получали деньги. Либо просто напрямую договаривались с врачами и выставляли кассам поддельные счета. По данным следователей, большинство таких фирм работали в Берлине, Бранденбурге, Нижней Саксонии и были связаны между собой. В ближайшее время дело передадут в прокуратуру. Ущерб, который фирмы-мошенники нанесли государству, оценить сложно. Пока идет расследование, эксперты оперируют только предварительными цифрами. Речь может идти об астрономической сумме на миллионы евро. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. И буквально в эти минуты в Манчестере начинается грандиозное шоу в память о недавнем теракте. Американская певица Ариана Гранде дает повторный благотворительный концерт. Все средства пойдут в помощь раненым и семьям погибших во время атаки в Манчестере. На стадионе Ворд-Траффорд невиданные меры безопасности. Людей просят приходить без сумок и тщательно досматривают. Ну а в Лондоне за несколько часов до кровавого теракта на Олимпийском стадионе давала концерт легендарная всемирно известная, любимая всеми группа Дипиш Мод с новым альбомом Спирит. Сюда, к счастью, террористы не добрались и шоу состоялось. Новый, но уже легендарный Олимпийский стадион Лондона, построенный пять лет назад к летним играм. Домашняя арена футбольного клуба Вестхэм на концертах вмещает 80 тысяч человек и на этот раз на ней выступает легендарная британская группа Депиш Мод. В разгаре мировое турне коллектива в поддержку нового альбома Спирит. 14-ю пластинку электророкеры выпустили в этом году и отправились на гастроли. Но в родном Великобритании у них особая публика. Я родом из того же города, что и они, и мы фактически выросли вместе. Ходили в одну школу в Базилдоне и еще юными были на их самом первом концерте в школе. Хоть и не молодые, но очень энергичные музыканты буквально порвали стадион своим духом. Так переводится название альбома. Депиш Мод, приезжали в Лондон со всего мира. Ричард из Польши не пропускает ни одного концерта. После Лондона я поеду в Болонию, в Италию, а потом в Польше, в Варшаве будет концерт на стадионе, где проводили Евро-2012. А затем будет и Киев, столица Украины. Депиш Мод выступят на стадионе Олимпийский. Шоу запланировано на 19 июля. Билеты в продаже еще есть. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Хороших вам выходных и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин